Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить тиранины, как вы помните, в прошлый раз мы вроде как с вами сделали сайт-квест и основной квест. Ну и давайте сходим отрапортуем, хотя я всё ещё чувствую, что мы с вами круче, чем вот эти ребятки, и это они нам должны рапортовать. Вопрос, надо ли нам спать в игре, но, видимо, узнаем в какой-то момент. По крайней мере, в пиларсах я не помню, чтобы такое было. В лагере Аллова Хора у нас 6 часов почти к ходу, но, надеюсь, никого не встретим. У-у-у, ну, не то чтобы Аллит Легион мне нравился больше, хотя он мне нравится чуть больше, но их лагерь ближе. О, кожаный доспех Аллова Хора. Э-э-э-эй. Ничего себе, спасибо. Спасибочки, я это продам потом. Ну, здрасте. Чего у вас тут? Какие новости, ребята? Ну, пятый глаз. Здравствуй ты. Пятый глаз, командир местного подразделения Аллова Хора обозревает лагерь. Он остается неподвижен, несмотря на вспыхивающие то-то-то-там потасовки. У вас он приветствует легким кивком. Что-нибудь еще? А, как бы, чувак, мы же сделали квест. Что, что-нибудь еще? А это кто? Что за принцесса Нури? Между двух солдат стоит девушка. Богато украшенный главный убор, увенчавший ее лоб, делает ее маленькую фигурку несколько пугающей. Все в ней, от экипировки до одежды, резко контрастирует с убогостью лагеря. Она выглядит одновременно непринужденно и неуместно. Спокойной в своей стихии и совершенно неуверенной в себе, она поворачивается к вам. Привет, червь. Ее голос застает вас врасплох. Он почти лишен интонации, но все равно звучит дивной музыкой. Если бы вы не знали ее, решили бы, что она специально сдерживает свой голос. Хм. Кажется, я тебя где-то видел. Мы раньше не встречались? Ты меня не знаешь, червячок? Я Сирин. Но мои недоумки соуизники предпочитают звать меня Архонтом Песни. В ее голосе слышится отзвук смеха. Мгновение она разглядывает вас со смутным интересом. И ты, вершитель судеб Тунана, что привело тебя в гущу войны? Кайрос послал тебя пристыдить Аше и Нерата и заставить шевелиться? Аше, конечно же, нужен кто-то, кто будет его подстегивать. Хотя бы, чтобы отвлечь от проблем. Она кривит губы от этой мысли. Но Нерат. Он как кошка, играющая с огромной мышкой, не так ли? И что тебя делает экспертом в таких деликатных вопросах? Я за последние пять лет была посвящена в такое количество деликатных вопросов, Что тебе не снялось за всю карьеру? Вершение судеб. Я неплохо разбираюсь в политических интригах. Она машет рукой, отмахиваясь. В любом случае, у нас есть дела поважнее. Есть кое-что, чем ты можешь мне помочь. Краем глаза вы видите, как фуга прижимает ладони к ушам, отворачиваясь от сирен. Рот сирен округляется, и звук, который изливается из него, прекрасен и упоителен. Он приглушает лагерную суматоху, и в конечном счете, вам начинает казаться, что существует только ее голос. Сними мой шлем. Рубин на ее лбу пылает, словно предупреждая об опасности. Блин, а мы не можем ей вместо этого по щам дать? Че за наглость? Хорошо, к вашим услугам, Архонт Сирин. Но это, мне кажется, самое нейтральное. Вы обнаруживаете, что шлем Сирин закрыт у нее на затылке сложным механизмом. Вам хочется просто бить по замку, пока он не отвалится, чтобы выполнить команду Архонта. Прежде чем вы успеваете хоть что-то сделать, одна из охранников Сирин кладет свою руку на вашу и мотает головой. Она демонстрирует клочок ваты, засунутый в ее ухо. То, что вы немного отвлеклись, сбивает с вас оцепенение. Вы чувствуете головокружение, а из вашего носа вытекает стройка крови. Что это было? Никакого эффекта? Серьезно? Как неутешительно. Но попытаться стоило. Хотя усилия, конечно, были приложены неимоверные. Она вздыхает и грубко улыбается. Я надеялась, что ты поможешь мне в одном деликатном деле. Но, кажется, ты для меня бесполезен. Ты мне больше не нужен. Быть может, позже. Свободен вершитель. Она отмахивается от вас. Ты опять пытаешься влезть мне в голову, червячок. И ты пожалеешь об этом. Я сказала, свободен, пока не понадобишься снова. Мне не нравится твоего общества. На этот раз ее голос меняется. Он визжит, как несмазанное колесо. Вы чувствуете звук всем телом до кончиков пальцев ног, и вам хочется поскорее уйти, пока Архонт не усилила свою пугающую песню. Кайрос, меня дерни. Это Архонт песни воплотит. Он прибросает на нее быстрый взгляд, полный благоговения. Просто иди, ее лучше не обижать. Ты совершенно прав. Не время забрасывать ее вопросами. Возможно, в другой раз. О, а это что за зверолюди? Хорошо, все это прекрасно. А квест-то наш. Квест. Расскажите, что там. Ага. Все. То есть, нам даже не надо было сюда возвращаться. Но, с другой стороны, здесь, смотрите, есть какое-то развитие событий, и поэтому, почему бы и нет, на нам хитрости. О, нам хитроумия хватает, чтобы открыть замок. Ну, раз уж мы здесь снова оказались, давайте его так и быть вскроем. Тем более, за использование навыков у нас эти самые навыки начинают расти. Поэтому, ну, полезно. Оп. Что-то для нас припасли. Оу, прорыв. Ну-ка, это прям прорыв, да? Девчонки, что у тебя? Давайте сравним. Красные реки. 8, 11, 13, 15. Ну, короче, почему у него меньше урок? А, стоп. Мы сравниваем не с тем. 11, 14, а здесь 13, 15. Во. Совсем другое дело. Прелесть. Хитроумие у всех потихоньку. Так вот, ты-ты-ты, хитроумие. Ну, приятно. Да, девчонки, либо передохнуть, но я надеюсь, она уровень получит. Что ж, попробуем поговорить с волками. Надеюсь, они не позорные. Огромное существо смотрит на вас ленивым взглядом. Не похоже, чтобы вы произвели на него впечатление. Молодой зверолюд стоит в тени огромной зверолюдки, которая возвышается над вами, даже сидя на корточках. Изо рта зверолюда, который яростно рычит на нее, во все стороны брыжет слюна. Ночному вою пообещали достойных, сильных жертв заступления. Но зверолюдка позволяет ночному вою охотиться только на самых слабых людей. Оставляет лучшую добычу себе. Он бьет кулаками по земле, из-за чего по ней пробегает небольшая трещина. Ночной вой был вторым по силе самцом камнепытов, пока не присоединился к алым людям, даже спаривался с остокровкой. Примы племени не обещали собственную старую за то, что я покинул своих соплеменников. Присевшая зверолюдка испускает обглушающий гогот, сверкая широкими острыми зубами. Сильный камнепыт. Зверолюд достойный спаривания. Она презрительно фыркает. Нет, когти у глотки. Видит перед зверолюдкой только ноющего первогодку. Видит лишь неженку. Только слабого щенка, который может одолеть раненую и умирающую жертву, а не лучших бойцов на поле сражения. Ночной вой оголяет зубы и бросается на зверолюдку, но она быстро встает, топорща шерсть на загривке, и мозолистая ладонь, которая намного крупнее его головы, жестко прижимает его к земле одним проворным ударом. Его лицо врезается в землю с похожим на щелчок хлыста треском камня. Слышится скулеж побежденного. Когти у глотки смотрят на вас сверху вниз с таким презрением и равнодушием, какое должно быть проявляет бегающим по лагерю диким собакам. «Человек!» Она нюхает воздух в вашем направлении, хмурится и морщит нос, испытывая отвращение от вашего неприятного запаха. «Люди!» — обрывисто бросает она. «Все время мешают зверолюдке. Никакого чувства безопасности. Не узнают крадущихся голодных хищников, хуже хныкающих зверолюдов». Она впечатывает лицо зверолюда глубже в грязь, а потом поднимает свои когтистые узловатые пальцы. Он быстро вскакивает на ноги и хватается руками за голову. «Говори быстро, и, может быть, зверолюдка тебя выслушает». «Готов поспорить, я бы тебя одолел». Зверолюдка фыркает, недовольно скривив лицо. А потом заходит с резким глубоким смехом, похожим на вой. Когтям у глотки нравится человек, который самец, но посмел бросить вызов зверолюдке. Думала, что самец с тупыми когтями будет таким же хилом, как и ночной вой, который сколит у ног зверолюдке. Она жадна облизывает свои когти, оценивая ваши скрытые боевые навыки и силу. Если б зверолюдке не нужно было обучать такого щенка, сосунка труса, как ночной вой, когтям у глотки с радостью сразилось бы с человеком. Оскаляем зубы в диком угрожающем оскале. Не переживай, я знаю, как правильно проявить уважение к зверю. Прими моё подношение из крови и когтей. Зверолюдка оживляется, услышав ваше заманчивое предложение. Она с любопытством обнихивает вас более тщательно, чем до этого, и нежно, алчно причмокивает губами, начиная стекать слюной. На мгновение вам кажется, что она вас схватит, но она просто садится на корточки, расслабившись и смотрит на вас с интересом, почёсывая туго натянутый живот. Да, зверолюдке нравятся подарки из крови, из костей. Свежая добыча. Но когти у глотки не хочет таких угощений сейчас. Маленький человек с тупыми когтями присоединился к зверолюдке в горячем истреблении людей через сезон, да? Она скалит огромные зубы в кровожадной улыбке. Что тут происходит? У человека острый взгляд, да? А? Видит, что зверолюдка воспитывает нахального члена стаи? Она угрожающе щарится на сжавшегося от страха зверолюда. Скулящий, подвизгивающий самец. Ночной бой поймёт место зверолюда в новой стае, иначе не проживёт много сезонов. В ответ на его угрозу в его горле зарождается низкий приглушённый рык. Он не поднимает глаза, боясь встретиться с ней взглядом. Ну, до свидания. Видимо, от них ничего мы полезного не получим, ну, плюс одна атлетика тоже что-то. Слушайте, а если она нам-таки даст квест? Давайте попробуем. Это в бочке. Снимай с меня шлем. Вы обращаетесь ко мне, леди? Такого мастерства я ранее не видел. Вы желаете снять шлем? Барик колеблется. Кажется, он не готов выполнить её приказ и нервничает. Сдерживаем Барика. Вы хватаете Барика за наплечники и держите, чтобы он не мог подойти ближе. Кажется, гигант готов сопротивляться, но вдруг его взгляд резко проясняется. Спасибо. Сам не знаю, что на меня нашло. Архон, при всём моём уважении, нам стоит держаться подальше друг от друга. Я больше не общаюсь с тобой даже в компании других людей. Червь осмелился вновь бросить вызов певчей птичке. Не переживай, червячок. Однажды птичка получит свою добычу. Не, ну помогать такой... Нахальной... Даме... Я не буду. Просто из Принципа. Ну её в задницу. Раз она так обнаглела, ну правда, использовать свои вот эти штуки на нас. Хорошо, подкрепление. Вернуться к Цевиусу в лагере опальных. Давайте это тогда и сделаем. Ну, можно со всеми тут болтать, но чё-то это ни к чему особо не приводит. Ну, то есть опыта немножко, конечно, даёт. У-у-у, вы идёте по дороге, петляющей по лесной чаще среди изогнутых дубов и сосен, тянущихся к небу, как вдруг из-за деревьев доносится детский смех. Ходим и проверим, кто там смеётся. Вы сходите с дороги и направляетесь к небольшому притоку Матани, петляющему по лесу. Там на берегу обнаруживаются четверо ребятишек. Двое сидят на камнях с удочками в руках и терпеливо смотрят на воду. Двое других пристроились рядом с ведром, в котором сложен улов, и по очереди лупят угрей об землю, чтобы оглушить их и срезать мясо. Давайте поговорим с ними. Чё им угрожать детям? Вы уходите из леса и окликаете детей, которые опасливо косятся на вас. Старший уже почти взрослый замечает герб на вашей одежде и густо сплевывается в камыши. Давайте его накажем за это. В ярости вы устремляетесь к Юнсу, который повёл себя непочтительно. Он не успевает даже встать, как ваши пальцы сжимаются у него на шее. Остальные дети в панике разбегаются по кустам, а вы душите подростка, пока его подергивания не становятся судорожно-беспомощными, и только тогда вы ослабляете хватку. Он падает к вашим ногам весь в соплях и слезах. И ещё и отругаем его. Дети убегают, а вы кричите им след, пугая всеми возможными карами за неповиномение. Гребень принадлежит к Кайросу, и слуг владыки следует уважать. В лесу наступает затишье, нарушаемое лишь журчанием воды. Вы возвращаетесь к реке, не обращая больше внимания на детей. Да, наш персонаж просто няшка и душка, я так смотрю. Чё здесь можно стырить? О, шлемочок. Извини, друг, у тебя нет лицензии на торговлю, поэтому мы его изымаем. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, хорошо быть негодяем. Мы с вами практически играем... Ладно, не буду. Ну, короче, плохого персонажа мы с вами играем. Оп. И лутаем всё подряд. Хе. Что ж, Цивиус, что расскажешь нам ты на всё произошедшее? При всём должном уважении, наши когорты не раз на голову разбивали этих крысинов с гребня. Что могут твои сколоверши, кроме как путаться под ногами? Я сюда не рвался, Цивиус. А доказывать тебе нашу ценность приказа не было. Если великий генерал решит, что в сражениях ему не нужна магия, то пусть прикажет нам отступить и переждать битву, сложа руки. Я не спорю с тем, что твои маги нам помогают, Эльспор. Но вот насчёт ваших командиров есть сомнения, почему Радикс сам не явился на осаду. Если у него есть дела поважнее этого сражения, то я хотела бы услышать это от него лично. Она тоже женщина? Если Радикс не настроен помогать, может быть, ближайший родственник займёт его место? Не люблю менять командиров во время войны. Быть может, брат Радикса сумеет убедить его вспомнить о долге. Благодарю тебя за участие, вершитель. Тебя не обязательно было рисковать, но всё же ты пошёл на это. Мы с вами получили некую брошь. Изумрудная брошь. Что она даёт? Восстановление. Плюс одно здоровье раз в 6 секунд. Пусть будет. А теперь, ботиночки. Что у нас есть? Пу-пу-пу-пум. Здесь больше отражения, но что-то... Шлем. Шлем больше брони, но всё остальное хуже. А сама броня тоже что-то как-то ни тудым, ни сюдым. Ладно. Надеюсь, здесь нет такой интересной и увлекательной механики, как перегрузка. Ну... И, судя по всему, у нас с вами осталось только отражение у переправы отголоска. Может, ещё попробуем с кем-нибудь здесь поговорить? Не знаю, есть ли смысл в этом. Возможно, нет. А может и есть. Никогда нельзя быть уверенным. Ну... Оп. Ага, стойка с копиями. Ну, как минимум, мы что-нибудь стырим. О. А кто такой изотанис? Изотанис. Всё, что заперто с хитроумием, надо лутать. Прямо вот у меня это теперь цель жизни. Почему? Потому что это прокачивает наше как раз-таки хитроумие. Изотанис. Изотанис изрыгает проклятие, когда тонкий железный меч от удара его молота ломается пополам. Чинить оружие, используя железные обломки, занятие неблагодарное. Но припасов у нас не осталось. Кузнец вытирает пот с алба и внимательно смотрит на вас. Почему бы не ковать из бронзы? Не пойми меня неправильно. В крайнем случае сгодится и бронза. Бронза и в доспехе хоть чинится быстро, а железо штука упрямая. Он с ужасом смотрит на гору ожидающего работы. К тому же у нас полно что олова, что меди, так что в сырье недостатка не будет. Лишь немногие кузнецы способны раз от раза выковывать бронзу, подходящую для боевого снаряжения. Чаще всего она получается слишком мягкой. Посмотри вокруг. Мы одеваем легион в железо с головы до ног, потому что в массовом производстве это выходит дешевле и проще. С бронзой так не выйдет. Он смиряет бариков взглядом с головы до ног. Конечно, некоторые из нас время от времени сваливаются за борт. Опальных не просто так называют железным легионом. Наша опора, стратегия и мастерство. Но когти наши сделаны из железа. Железо штукают кузнецы из распутия литяны. А, ты говорил, что железа не хватает? Боюсь, что так. Последнюю отправленную по Матани партию потеряли где-то в районе переправы от Голоска, а теперь долина закрыта и больше нам его не получить. За железо со скованным горном отвечает Туну. Почему я впервые слышу об этом? Тише, тише. И Затанец сдрагивает и обращается к вам уже шепотом. Греевы наши не хочут, чтобы началась паника или чтобы о случившемся узнали в гвардии Вендриенов. Если нам повезло, то ящики с железом свалились с лодки и теперь ржавеют на дне реки. Если же нет, то оно попало в руки врагов. Мне поручено помогать операции в отголоске. Я постараюсь найти ваш груз. Я это ценю, и великий генерал тоже, причем больше, чем ты можешь подумать. Может, он и не спешит поражать благодарность чужакам, но я знаю, что он будет признателен за помощь. Если вернуть железо, это очень поможет нашей военной компании. Можешь положиться на меня. Я знаю, что Тунана отправил тебя к нам не просто так. Когда ставки столь высоки, суд не полагается на удачу. Он бросает взгляд на стоящий рядом ящик и показывает вам небольшие засечки на дереве. Видишь, вот так мы помещаем ящики с железом, чтобы отличать их от остальных. Незаметно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ищи такие надписи, доброй охоты. Нужно что-нибудь еще? Покажи свой товар. Давайте ему продадим всякий хлам, который у нас скопился тем временем. А у нас скопились щиты солдата солнца. Лук вот этот непотребный. Какая-то недоброня. Ну, как минимум, вот эти вот штуки мы продадим. Ага. Золотых монет мы еще не заработали с вами. Вообще, конечно, что-то не очень хорошо платят вершителям судеб. Как-то прям не очень хорошо. Железо, скованных горном. Поселок у переправы отголоска. Ну, у нас есть теперь с вами следующая цель. Пошли туда. Где это поселок-то? О, вообще отлично, то есть нам по пути. Переправа отголоска. Деревня, расположившаяся вдоль одного из сужений реки Матания. Это основной путь в сердце долины. Переправа оборудована двумя, хорошо защищенными мостами. Предположительно, многие местные жители помогают повстанцам. Идем? Сейчас посмотрим, что это за помощь повстанцам. Я слышу музыку битмы. И не должны терять времени. Будь на чеку, враг может ударить в любой момент. Эй, там, держать оборону! Командир опальных вознемождений хватается за окровавленный нагрудник. Делает глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями. Он смотрит на своих раненых солдат повсюду вокруг, но вас он пока не заметил. Твой план успешен так, что просто нет слов. Почти все наши солдаты полегли, мост уничтожен, гвардия Вендриен втеснит нас туда, откуда пришли. Дамы и господа, это лучшее, что предлагает нам север. Что дальше? Отправь пури на мост, срочно! Не хватит глумиться, это ты все сделал для того, чтобы моя стратегия провалилась. А ведь могли победить. Что происходит? Мне казалось, вы должны быть на той стороне моста. Мы пытались взять натиском западный мост. Белись изо всех сил, обратили врага бегство, но он с тяжким вздохом опускает глаза. На середине моста... Вот эти вот иконки, они создают ощущение, что это все не всерьез и какое-то издевательство, аниме, слэш. Как это джанр-то? Визуальная новелла. На полпути вся эта долбанная река взяла, и... Левчий Крови бессильно машет руками в поисках слов. Вздыбилось! Мота не мать ее, проглотила и мост, и всех, кто там был. Из солдат у нас остались только алые фуры. Хорошо, хоть не ума хватило их оставить на флангах. Паре человеку удалось закрепиться, но преимущество мы утратили, пришлось отступить. В этот момент клитвопреступники зашли на нас по восточному мосту. Мы оборонялись и выбили их на тот берег, но теперь все вернулось к тому, с чего начиналось. Только сил у нас куда меньше. У гвардии Вендриемов и обнаружилась ученица школы приливов, живая и невредимая. Это она во всем виновата, клянусь. Это многое объясняет. Я видел женщину в синем на той стороне реки, она явно отличалась от всех остальных. Если бы мы собрали все силы в единый кулак, то могли бы перейти мост, прежде чем враг успел бы опомниться. Но теперь поздно. Придется использовать алых фурь, чтобы... Ни за что, идиот! Хватит вести моих людей на верную смерть. Ты что, с клятвой преступником я снюхался? Надо дождаться, пока враг не попустится. Можем сидеть и ждать, пока Эдик Калюс у нас прикончит. Или хоть что-то делать. Если бы мы тут с жалобами на суде выступали, я бы дал тебе слово. Но мы говорим про моих людей. Жить им или помирать. Рекруты стоят дешевле грязи, но в фурии я слишком долго сколачивал себе ватагу и не собираюсь пускать ее по ветру ради такого дурацкого плана. Ладно, давайте использовать вот это. Эм... Так кто из фурии у тебя в ватаге? Челюсть, гнилушка, стервятник, прялка? Евчий приподнимает бровь, заслышав знакомое имя. Прялка давно уже на небесах шерсть мотает. Но откуда ты знаешь моих людей? Я был с предвестниками в 428 году. Интересно стало, кто из них еще копыта не откинул. Евчий кивает, приподнимая бровь. Я в хор вступил в начале 428-го в городе Бастарде. Службой своей горжусь и уважаю тех, кто кровь проливал с самых первых дней этого славного завоевания. Антонио, это дурацкий план, это идиот. Но пока у руля вершителя это сработает. Желчный язвы кивает вам сияющей улыбкой. Вершитель, моя ватага будет счастлива тебе помочь. Послушай, чтобы все получилось, моим фуриям надо выйти из укрытия на короткое время. Вершитель, тебе придется добежать до восточного моста. Не убейся там, но постарайся отвлечь их внимание. Я дам фуриям сигнал перекинуть веревку через реку, когда ты перетянешь врага на себя. Не будем терять времени, вся надежда на твою ватагу. Антонио поворачивается к вам и кивает на супершись. Да, я тоже обожаю, знаете, приходить и все за вас, уродов, делать. О! Логан, возможно, твое длительное и... А, стоп. Это, типа, мы доставили? Нет. Или это нам пришло? А, нет, это действительно ответ нам. Смотрите-ка. Возможно, твое длительное и преданное служение напомнит архонтам о долге перед владыкой. Хотя надежда на это не велика. Да сопутствует тебе удача во всех начинаниях. Адюкатор Тунан, архонт правосудия. Тикс. Быстрее вершитель к мосту. Да вы охренели, да? Вы еще скажите мне, насколько мне быстро на верную смерть бежать, да? Ничего? Может, еще какие-то советы дадите? Там, типа, не плюй против ветра, не писай против ветра. Тоже мне советчики. Так, у девчули что? Вот эти ботинки плюс одна броня. Хорошо. Давайте ее в тяжелое переоденем. А, шлемачок. Тоже плюс одна броня. Хорошо. Мечи. Сломанный фалькс. А это что? Это двуручные меча. Она явно в одной руке не удержит такую штуку. А щит? Нет. Тут все-таки мы в случае с щитами рассчитываем больше на фарирование. А, ловушечка. И еще хитроумие нам. Там еще ловушка, кстати. Хорошо, давайте назад отойдем. Я там вижу нескольких врагов, поэтому девчуля Пикачуля пойдет вперед. Вы трое. Обзвернитесь. Так, девчуля Пикачуля подбегает еще вперед. У нее лук вроде как с хорошей дальностью теперь. Ну-ка. Поджигаем уродца. И назад. О, они сами еще и в ловушку заступились. Так, стоп. Тут деда трогает. Вы чего? Дед, а кинь нам защиту вот так вот. А ты тогда, друг, вот это вот таракана фигач. Че-то он там. О, отлично. Провокация сработала. Теперь наш персонаж. Все-таки им надо скиллы активно использовать. Давайте вот это вот засранцы зажжем. Да, один из них готов. Но вот засранцы я бы зажег. Бух. Эй. А, слушайте. Как в этом. Как в пиларсах. Там варвары так делали. Ну, хорошо. У нас еще есть совместный удар. И больше ты не попрыгаешь, друг. Ну-ка. На. Хе. Прекрасно. И у нас подрос безоружный бой. Хорошо. Слушайте. Приятно, что ловушки работают и тудым, и сюдым. О. Ящик замечающий. Охотничий лук-ярусник. Прекрасно. Это что? Большинство домов на южном берегу реки заброшены прямо как это. Почти никто из жителей гребня уже не считает, что поднятие синего флага окажет на солдат Кайроса хоть какое-то влияние. Тело солдата покрыто множеством ран. Поблизости лежат остывшие трупы двух немолодых крестьян, которых он так и не смог спасти от смерти. Почему у нас дед по уровням растет быстрее, а? Может быть, это из-за того, что у него выше знания и тип, ну, как интеллект влияет на развитие персонажа? Ух ты. Это было бы здорово и нечестно. Хорошо, вот мы перед мостом стоим, я предлагаю начать его штурмовать в следующем эпизоде. А пока что спасибо Миша Лебедеву, Миша Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахарамс, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну Роке, Бальбову Антону Церу, Брату Монзо, Серджи, Атерадору и Фёсту, КДВ-45 Рус и Дарья Кравчук за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вы со мной проходите эту игру. Ну, а мы с вами встретимся завтра в три дня по Москве. А пока на этом всё. Всем удачи,